Бесплатные вебинары о построении бизнеса с Bittrex24. Вы узнаете, как быстро запустить интернет-магазин в несколько кликов, как внедрить в компанию CRM и быстро адаптироваться к системе, какие диджитал-инструменты помогут вырасти вашим продажам в несколько раз, а также как контролировать процессы и задачи команды, не тратя на это все свое время. Используйте новые знания и поднимите ваш бизнес на новый уровень. Приступим к нашей основной части Bittrex24 Scrum. Здесь хочется сначала поговорить о том, вообще, какие сейчас есть, можно сказать, методологии управления вообще задачами, управления командами внутри компаний. И, конечно, все быстрее развиваются, все современнее, все активнее используются именно гибкие методологии, agile. Многие компании хотят и пытаются и внедряют эти методологии внутри своей компании. И Scrum является как бы составной частью таких методологий гибкой работы. Почему это называется вообще гибко? Потому что вы можете не просто строго по каким-то регламентам и правилам идти и выполнять задачи, а очень гибко и быстро меняться в процессе выполнения задачи. Как правило, Scrum нужен тогда, когда есть какая-то цель, то есть вы знаете, чего вы хотите достичь, там, открыть, не знаю, новое подразделение, открыть новый магазин, выпустить какую-то новую линейку продуктов. Но как вы достигнете этой цели, пока непонятно. Примерно, да, есть какой-то план, но в процессе все очень быстро может меняться. И как раз команды, которые работают таким образом, работают по Scrum, они нацелены на то, что задачи могут меняться, что сам процесс может перестраиваться. И поэтому здесь по Scrum движется итерациями, что позволяет, например, в первом спринте поставить какую-то цель, достичь ее, в конце посмотреть, осознать, что нет, нам это не подходит, мы хотели бы по-другому, быстро все изменить и на следующий спринт уже взять другой ползадачи и изменить там продукт или изменить какой-то подход. Ну и, конечно же, эта методология дает возможность как бы вашу команду, в которой может быть один-два очень серьезных специалиста, очень ретегих специалиста, вести за собой и добавлять людей с меньшим уровнем знаний, тем самым позволяет добиваться вот этой командной работы, добиваться успехов в сложных задачах, которые можно разбить на небольшие кусочки, которые будут объяснены этими специалистами по ходу действий, и они будут реализовываться этой командой. Команда по дороге будет учиться, соответственно, ваша компания будет двигаться вперед, получать дополнительные знания и развиваться. Ну, вообще, еще хочется отметить, что на сегодняшний день, как раньше было принято, что скрам — это что-то про IT, вот IT-компания, IT-шники, понятно, они работают командами, они работают по скраму. Сейчас на самом деле нет. Любая практически компания, любая сфера бизнеса, там даже не то, что сфера бизнеса, а отделы внутри вашей компании, отдел маркетинга, отдел продаж, могут работать по правилам скрама, просто двигаться итерациями, просто работать в команде и отвечать за результат, да не один ответственный, работает целая команда. И есть на самом деле уже исследования, проведены вот такая статистика, где мы видим, что, конечно, огромный объем IT-компаний работает по скрам, потому что так исторически сложилось, они раньше начали этим пользоваться, но есть и большие сферы, которые уже работают по этой методологии, финансовые, промышленность, торговля, и вообще очень много сфер, и очень много даже сферы компаний, где, например, основная масса компаний, основной объем сотрудников работает просто по задачам или, например, там ведет их в ГАНТе, но есть отдельно выделенные команды или, например, отделы, которые работают по скрам. И как раз мы сегодня будем говорить о том, что инструмент BITREX 24 дает возможность не просто вот работать по скрам, все, если мы выбрали BITREX 24, значит, вся компания так работает. Нет, можно очень гибко внутри компании строить структуру, кто как работает с задачами. Кто-то ведет проекты, кто-то работает просто со списком задач, кто-то идет по скраму, кто-то там, например, работает с ГАНТом, и все это можно делать в одном инструменте. Так, ну, собственно, вообще как работает скрам-команда, да, кратко мы уже проговорили, что есть какая-то первая цель, большая задача, к которой мы движемся, то есть мы понимаем, что хотим получить в результате, но пока абсолютно не понимаем, какими шагами и что мы должны делать для того, чтобы достичь этой цели. Да и результат иногда непонятен, и в процессе вот этого движения вперед он может немножко измениться, потому что поменялись цели компании, немножко сместились какие-то акценты, задача стала более понятной, и мы ушли немножко в сторону. И как раз такая гибкая методология дает возможность это легко сделать, не тащить проект до конца, а потом увидеть и сказать, ой, у нас не получилось, давайте начнем заново. Здесь посередине нормальненько свернули в сторону и пошли другим путем. Да, оттого это и гибкие методологии, что все очень быстро и гибко меняется. Затем формируется набор задач, которые мы будем делать. Это может быть сразу огромный набор задач, да, то есть если вы видите прям, грубо говоря, весь путь хотите спланировать, то вы набрасываете эти задачи, пока без детализации, просто большие блоки. Либо вы даже можете взять только первый пул, то есть самые основные задачи, которые вы хотите решать в первую очередь. Мы из них формируем бэклог, затем запускаются спринты, мы обязательно сейчас посмотрим, как все это делается. Затем, что самое важное в скраме, это встречи, это коммуникации внутри команды. Есть ежедневные встречи, когда команда встречается и отчитывается, кто что сделал, какие были проблемы, куда они движутся дальше. Есть встречи, когда команда представляет результат, который она достигла по итогам спринта. Встречи, где она планирует, что вот на следующий спринт. Ретроспективы, где анализируется, что было хорошо и плохо, и делаются какие-то выводы. И после всего этого пула встреч, конечно, формируются еще задачи, дополняется бэклог, завершается спринт и снова запускается. Такими итерациями, можно сказать, круговорот задач внутри скрам-команд происходит во время вообще работы по скраму. Так, ну я думаю, что такая вводная у нас, наверное, завершена. И давайте войдем уже внутрь Bittrex24 и посмотрим, как вот все, что мы сейчас проговорили, можно организовать уже внутри нашего продукта, внутри нового инструмента, который находится у нас в разделе задач. Так, я сейчас переключусь на наш Bittrex24. Вернемся в браузер. Так, мой экран сейчас должен быть вам виден, да, вижу, что экран пошел. Давайте вернусь сразу в раздел задач, чтобы было понятно, откуда мы начинаем. У нас есть инструмент задачи и проекты, да, кто еще не работает. Это отдельный раздел в левом меню, который так и называется, задачи и проекты. И теперь, попадая в этот раздел, у вас сверху в меню появился новый пункт «Скрам». Собственно, здесь вы и будете работать со всеми командами. Если, например, вы скрам-мастер, вы организуете скрам внутри компании, вообще внедряете его, то это вот раздел, в котором вы будете жить, в котором вы будете видеть все команды, как они движутся. Этот раздел построен по аналогии со списком проектов, поэтому все скрам-команды здесь сортируются автоматически. Как только в какой-то команде происходит изменение, оставили комментарий, добавили задачу и так далее, она сразу же будет подниматься наверх списка, и таким образом вы всегда будете видеть самые активные, самые актуальные команды наверху списка. Так, ну, пойдем в создание. У нас здесь пока пустой раздел скрама. Что будем делать, Юра? Открывать новый магазин? Да давай новый магазин. Открытие нового магазина. Здесь сразу, да, хочется отметить, что мы не сужаем область, мы не говорим, что это там запуск рекламных кампаний по открытию нового магазина. Мы берем огромную цель, которой будем двигаться. То есть нам важно открыть магазин. И вот все, что касается открытия, будет у нас внутри скрам-команды. Причем, если мы здесь берем открытие магазина немножко дальше, чем когда уже снято помещение, когда есть ремонтная бригада, когда уже все понятно, и вы просто начинаете заселяться в этот магазин. А мы берем, например, открытие магазина от поиска места, от проведения каких-то маркетинговых исследований, замеров пропускной способности в этих точках и так далее. Когда задача четко не определена, когда нет еще понятных критериев, к которым идти, вот тут скрам начинает работать прекрасно и эффективно, потому что вы по дороге можете перестроить какие-то точки соприкосновения с вашей задачей и подвигаться немножко в разных направлениях. Итак, на этапе создания скрам-команды вас ждет несколько шагов. Ну, во-первых, конечно, вы даете название, загружаете аватарку. Следующим шагом вы выбираете тип вашей команды. Это может быть открытое. Что значит открытое? Это значит, что все сотрудники вашей компании будут видеть эту команду, смогут войти, посмотреть даже задачи внутри нее, посмотреть, какие встречи, как вообще движется работа, и присоединиться, если они хотят, да, отправить вам запрос на вступление. Открытое означает, что это видно всей компании. Вообще на самом деле, наверное, скрам-команды и скрам-задачи всегда нужно делать открытыми вот эти скрам-проекты по той простой причине, что там есть такое понятие, как демо, когда показывается какой-то результат совершенных действий. Предположим, вы сделали некий поиск, какие точки, где будут находиться. И вы обсуждаете, рассказывают ребята, которые занимались этой задачей, рассказывают, вот точка здесь есть такая, примерно способность такая. И вот на такие встречи могут приходить любые желающие. Поэтому такие группы обычно делают открытыми. И это очень удобно, очень хорошо. Можно зайти, посмотреть в календаре, когда у них есть эти встречи, и присоединиться к ним, чтобы поучаствовать, чтобы посмотреть, как команда движется вперед. На такие встречи разрешено приглашать любого желающего, кто есть в компании, кто связан с этими задачами, которые выпускает данная команда. Ну да, сам скрам позволяет всем заинтересованным лицам приходить на демо спринта. Поэтому, конечно, мы рекомендуем. И сегодня мы выбираем тип проекта открытый. Дальше вы выбираете команду. Ну это сам владелец продукта, это продакт, который отвечает у вас вообще за бэклог. Тот, кто будет вести этот проект, тот, кто понимает, к какой цели мы движемся. И в зависимости от этой цели, даже если она будет меняться, будет наполнять бэклог задачами, которые актуальны для достижения этой цели. Так называемый руководитель команды, который будет эту команду вести, объяснять бизнесовые цели, объяснять, зачем мы движемся, куда мы движемся. Ну и находить, наверное, нужные вектора, когда команда будет ему возвращать обратную связь по сделанным задачам. Немножко менять вот эти вектора и помогать команде двигаться вперед к той цели, которая была определена при старте всего проекта. Итак, мы набрали команду. У нас есть владелец продукта, есть скромастер. Это, можно сказать, такой тимлид тоже, руководитель уже внутри команды. И именно команды, ну, либо в случае разработки, если это IT, либо в случае, если это, например, какая-то другая сфера, то в любом случае в команде будет участвовать несколько человек. Да, Scrum рекомендует там до 11-13 человек в команде. И, конечно, должен быть лидер, который будет вести эту команду, который будет помогать решать им задачи, структурировать их как-то внутри, да, направлять людей в нужном направлении. Особенно, как верно отметил Юра вначале, что очень часто и вообще очень популярно в Scrum команды добавлять людей, новичков или, например, более слабых, да, по знаниям, которые знают пока меньше, потому что они, работая в команде, смогут очень быстро расти, очень быстро подтягиваться. И как раз-таки задача вот такого Scrum мастера будет организовать работу внутри команды так, для того, чтобы и сильные сотрудники могли работать, им было интересно, и в то же время подтягивать вот тех новичков, более слабых сотрудников работать в команде. Здесь вопросики интересные есть. Давай еще раз разъясним. Смотрите, ребят, когда мы говорим, что есть условно руководитель проекта, это вот верхняя строчка на ваших сейчас экранах, вот этот человек является фактически, ну, не знаю, менеджером проекта, да, в ваших по терминах. Scrum мастер – это скорее человек, который непосредственно взаимодействует с конкретной командой. Ну, представьте, что это строительство. У вас есть, ну, не знаю, там, руководитель всей стройки, и у вас есть прораб, который занимается самой командой, распределяет конкретных людей, на какие места он поставит, какие он задачи раздаст, декомпозиция этих задач. Ну, то есть, не знаю, прилетела задача. Нужно проверить, там, нахождение магазина по такому-то пересечению улиц, где лучше открыть. И вот он им декомпозицию делает. Нужно не просто проверить пересечение этих улиц, нужно найти магазины не менее 100 квадратов. Необходимо замерить, например, там, пропускную способность улиц. Необходимо там сделать, там, не знаю, зайти в соседние магазины, утром купить какую-то вещь, посмотреть на номер чека, вечером зайти, купить какую-то вещь маленькую, посмотреть на номер чека, посмотреть, сколько в среднем покупок в ближайших магазинах и так далее. То есть, он делает декомпозицию задач. Это тот человек, который, ну, условно, самый умный в команде, который передает свои знания тем людям, которые работают в этой команде, и, соответственно, обучает их, работает с ними, помогает им, непосредственно постоянно с ними взаимодействует. Итак, команду мы набрали. Если еще остались вопросы по ролям по командам, вы пишите, мы ответим, даже если чуть позже. Продолжаем. И все, наша скрам-команда собрана. Сейчас у нас создается команда. Вот мы видим, что она у нас появилась в списке. Мы можем сразу открыть, и нам открывается, собственно, та среда работы по скрам, в которой и будет работать команда. Здесь они будут планировать новые спринты, создавать бэклог, наполнять из бэклога задачи спринты, запускать, видеть отчеты, созваниваться, списываться в чатах. В общем, все, что они будут делать внутри команды, будут делать вот в этом разделе. То есть нам открылась страница, в которой можно работать со всем, что касается скрама. Конечно, помимо задач, если необходимо, то в скрам-командах могут быть и новости, и календари, и диски. Ну, календарь, он особенно актуален, потому что есть встречи. Ну, есть также диски, если, например, ваша деятельность связана непосредственно с документами, то есть необходимо фиксировать какие-то договора, возможно, какие-то документы. Опять же, если по строительству, то там наверняка много документов, то вы можете сохранять все эти документы на диске непосредственно этой скрам-команды, для того, чтобы потом не искать это где-то на личных дисках сотрудников, а все хранить в одной такой рабочей среде этой команды. Так, вопросов у нас пока... Вопросы есть, здесь ребята отвечают. Вот здесь такой интересненький вопросик поступил от Олеся. Чем отличается скрам от проектов? Хороший вопрос, но здесь сразу нужно изначально разделить, что проектная работа, работа вообще по проектам, она немножко про другое. Да, там похожая схема, когда вам необходимо собрать какую-то команду, то есть людей объединить, что они не просто каждый работает со своими задачами, а они работают в рамках одного проекта. Но, как правило, работа внутри проекта — это работа либо со списком задач, либо, например, по диаграмме Ганта, когда вам необходимо планировать сроки, когда там все четко понятно, что вот у нас там, если, опять же, строительство, бетон приедет 13-го числа, мы его зальем, потом начнем возведение стен и так далее. То есть все четко разложено по полочкам, и тогда вы выстраиваете эти задачи. Можно сказать, что там строится прям целый проект сразу от начала и до конца. Нет никакой гибкости, могут быть, конечно, небольшие смещения, но прям сказать, что будет что-то сильно изменяться, нет, в отличие от скрама, такого нет. Здесь, наверное, даже немножко по-другому можно сказать, что проект вот в том понимании, в котором он в системе заведен, и как его обычно делают, это скорее обертка. Это обертка, которая оборачивает ту технологию, на которой вы достигаете конкретную цель. Проект может быть и скрамовым, вот как в данном случае. Он может быть по водопадной технологии, когда вы прям делаете четкое расписывание чего-то. Он может быть по ганту, он может быть еще по какой-то истории. Вот тут не важно. Это просто обертка, которую объединили в некую группу. И вот когда Катя вам показывает, что мы создали некий такой скрам, там есть новости, там есть диск, там есть что-то еще. Это вот как раз и делается эта обертка, чтобы иметь возможность команде приходить туда, видеть только те новости, которые доступны внутри этого условного проекта по скраму и так далее. А вот сам скрам, это уже скорее метод достижения цели, которые ставятся перед командой. И вот сам метод, он отличается от каких-то других и он позволяет, ну более быстро, что ли, достигать каких-то целей, каких-то изменений. Посмотрите, как интересно меняется Сбербанк. Посмотрите, как интересно меняется Почта России. И в той и в той компании прям, ну компании очень сильно говорят про Agile, очень сильно смещают акценты и пытаются работать по Agile. И эти компании достигают интересных успехов. Изменился Сбер, он стал более интересным, он стал более удобным. Изменилась Почта России, она в принципе выиграла в гонке с компаниями, которые раньше были более интересны. Ты теперь приходишь и не ждешь часами там в очереди. Ты пришел, забрал свою посылку, получил QR-код, пришла смска и так далее. То есть они меняются, пробуя разные интересные модели. И вот это все, это изменение им позволяет делать как раз скрам-методология. Когда можно взять большую задачу, изменить там Почту России, это наверное такая огромная и сложная задача. Декомпозировать ее на какие-то мелкие кусочки и двигаться этими кусочками по дороге, меняя какие-то элементы, что-то местами передвигая и так далее. Но цель одна глобальная, мы хотим измениться, мы хотим стать другими. Условно, если утрируя. И вот как раз данный метод позволяет это сделать очень хорошо. Даже если вы попробуете в Bittrex24 создать проект и создать скрам-команду, вы увидите, что представления вообще разные. Потому что в скраме есть свои правила. Где-то они жесткие, где-то они более гибкие, их можно там подстраивать под себя. Но вообще вот даже сейчас мы видим, да, у нас нет стандартного списка задач, моего плана, там, сроков. Нет, в скраме есть свои четкие правила, регламенты, по которым движутся задачи. Вот они внутри именно скрам-команды как раз у нас и организованы. В проектах такого, конечно, нет. Так, ну тогда, я думаю, начнем набирать наш бэклог, да, работа со скрам-проектом начинается с того, со скрам-командой начинается с того, что мы набираем в бэклог задачи. Вот этот бэклог, это так называемые немножко верхнеуровневые задачи, которые вам нужно набросать, ну, как декомпозицию вашей основной цели. Если мы говорим, что нам нужно, ну, не знаю, там, постараться открыть магазин, то если мы берем прямо от самого начала это, ну, не знаю, провести исследование конкретных улиц, где будет расположен магазин, определиться с форматом магазина, определиться с наполнением магазина, оформлением и так далее, и так далее, и так далее. И все вот это, вот это такие большие цели, которые в будущем будут декомпозироваться, браться командой, оцениваться по, ну, как бы, как быстро мы сможем выполнить эти цели, как мы быстро сможем завершить эти цели и так далее. Плюс внутри сейчас, когда Катя, она создает немножко задач, можно присоединять так называемые эпики. Это когда у вас появляется внутри очень много задач, тяжело ориентироваться вот в этом списке задач, тяжело приоритизировать, тяжело вообще работать с таким огромным списком, а список в больших проектах просто огромен. Это может быть сотни, больше сотни задач больших, в которых нужно быстро ориентироваться. И вот эти эпики дают возможность отфильтроваться, выделить группу задач, которая относится к какой-то подзадаче, уже более большой, ну, вот опять тот же магазин. Сначала есть блок поиска, вот можно сделать эпик поиска, и этот эпик будет группировать некий набор этих задач. Можно сделать группу, не знаю, маркетинговых исследований, это будет свой эпик, и вы сможете этот эпик отслеживать какую-то историю уже внутри этой группы задач. Вот Катя сейчас как раз создает эпик. Назову его юридические вопросы, здесь будет все, что связано там с договорами и прочим. И смотрите, как она будет добавлять этот эпик в те задачи, которые относятся к этой группе. То есть просто выбор, быстренькое добавление, появилось, ну, такой балунчик, который помогает вам увидеть, что эта задача привязана к конкретному эпику. И этот же балунчик позволяет очень быстро фильтровать эти задачи. Сейчас, как Катя, когда создаст, мы немножко посмотрим. У эпика может быть свой цвет, и здесь можно регламентировать цветовым какой-то дифференциацией, там, какие задачи более важные, какие менее важные, давая вам тем самым быстро найти необходимую задачу. Чем еще отличается бэклог от обычных задач и обычного списка? В них нету сейчас исполнителя. То есть мы еще не знаем, кто из команды будет брать эту задачу. То есть это пока просто набор задач, которые набросаны. Вот вы обсуждаете проект, и там ваша команда полностью в этом участвует. Вообще хорошо, когда бэклог помогают собирать команду. То есть вы тем самым в процессе сборки этого бэклога сможете объяснять вашей команде, что будет происходить, как мы будем двигаться, какие запчасти мы видим и так далее. Конечно же, собирает бэклог руководитель проекта. В данном случае это владелец продукта условно, владелец вот этой вот команды. Но хорошо, когда это делается вместе с командой. Пусть даже не со всей. Это точно должен быть минимум скраммастер, это должен быть минимум кто-то из опытных ребят, которые должны понимать четко эту цель, потому что их потом задача донести эту цель до команды, декомпозировать эту задачу на маленькие кусочки. Соответственно, обязательно нужно делать это с ними. Вот мы сейчас готовим новый релиз по большой достаточно теме. Она очень огромная. У нас есть огромный бэклог отдельно по этой задаче. Мы собирались с ребятами, там несколько сотен задач. И мы распределяли, что приоритетно, в какой последовательности что нужно сделать. То есть набрасывали такой костячок, как мы будем этого добиваться. Все, мы решили костяк, согласовали его с руководством, теперь начинается работа. Вот Катя создала бэклог. Что же происходит дальше? Да, здесь еще хочется один момент отметить в бэклоге, что есть такое понятие, как декомпозиция задач. Она выполняется непосредственно уже в спринте тем руководителем команды, скраммастером, тем лидом, можно его так назвать, который будет декомпозировать уже на более мелкие подзадачи, взяв эту задачу в спринт. То есть он понимает, на кого он поставит эту задачу внутри команды и как уже ее детализировать. Внутри бэклога, когда владелец этой команды создает бэклог, наполняет задачами, он тоже может делать связанные, и вот здесь обратите внимание, у меня появляются такие вот иконочки, показывающие, что вот эти три задачи связаны между собой. И если кто-то пропустил, как создавать связанную задачу, то вы кликаете на задачу, у вас появляется панелька управления, где есть вот такая иконка декомпозиции, вы нажимаете, у вас создается, открывается форма создания новой задачи, например, давайте еще рекламу в Instagram, создаете такую задачу, она автоматически связывается. То есть вот мы видим, есть у меня задача рекламный бюджет, и с ней связана задача на рекламу Facebook, TikTok и Instagram. Здесь интересный вопрос, как раз есть, пока мы далеко не убежали, чем отличается эпик от тега, потому что есть еще понятие тега. Эпик — это та история, с которой работает владелец продукта, или скрам-мастер вместе с владельцем продукта. Это декомпозиция как бы блоков, таких верхнеуровневых, которые позволяют быстро найти, отфильтровать что-то самому руководителю или скрам-мастеру. Теги скорее уже используются с правой стороны, когда задача начинает декомпозироваться, и вы, например, разбиваете задачу на какие-то там строительные работы, то есть вам в магазине нужно что-то будет там подмазать, подстроить и так далее. Маркетинговая работа, еще какая-то. Это уже декомпозиция внутри на конкретных исполнителей, которые условно приходят в проект, и так как он работает с конкретной, например, там, частью задачи, которую на него ставят, он нажимает этот тег, и ему быстро отфильтровывается задача. Хотя, ну, тот же маркетинг может не обязательно работать только на открытие. Магазин открылся, дальше нужно дальше двигаться, дальше какую-то работу делать, там, встреча, оформить открытие магазина, отформить вход и так далее, и так далее, и так далее. Но они будут уже присоединены к другому эпику, и он также потом фильтрануть может по эпику, может фильтрануть по конкретному тегу, и видеть как бы свои задачи, которые на него повесили. То есть тегирование более мелкое. Да, эпик — это что-то такое крупное, большая какая-то цель, которую вы обозначаете задачи, а теги — это уже, как я уже сказал, более такое детализированное, мелкое. Итак, когда у вас готов бэклог, вы можете наполнять спринты. Да, можно до этого создавать встречи, там, и чаты, для того, чтобы команду уже вести в курс дела, но мы сейчас пойдем все-таки от того, что сначала мы распределим задачи, а потом посмотрим, как их выполнять, и тогда уже будем собирать встречи и ежедневные, регулярные различные встречи. И вот здесь на самом деле очень важно, что вы должны определиться, а сколько длиться будет ваш спринт. По умолчанию рекомендуется, чтобы спринт был не более месяца. Самое маленькое отделение — это неделя. Ну, по рекомендации, по какому-то такому гайдлайну, который есть в этой методологии Аджайла. И вот вы должны четко понимать, а сколько задач на то определенное время, которое вы берете, сможет сделать команда. Так как открытие магазина — это прям гибкая история, и, скорее всего, нужно получать обратную связь как можно быстрее. Спринты, например, будут недельными, да? Соответственно, вы должны, понимая, что команда скрама — это обычно не более 7 человек, не очень хорошо, когда команда больше этого числа, то есть 7 человек — такое максимальное, можно сказать, число, но есть как бы и минимальное. Не может быть команда, состоящая, там, например, из двух человек плюс условный там владелец продукта. Иначе получается, что где кто сотрудники и кто будет выполнять? Есть руководитель продукта, есть скрам-мастер, который как бы должен управлять командой, а вот команды как таковой нет — один человек. Ну, получается какая-то странная команда. Потому что, конечно, здесь лучше, чтобы команда была минимум 3 человека плюс владелец продукта, а оптимально, когда она там в районе 7 человек, там 5-7 человек. Вот как раз тогда скрам-мастер может достаточно хорошо управлять таким количеством людей, он может каждому уделять определенное время и может помогать им двигаться вперед, обучая их в процессе этой работы, в чем как раз и состоит его основная задача. Не брать на себя основную работу, а те сидят и ждут, когда он все выполнит, а именно помогать команде двигаться и делать эту работу, рассказывая, как сделать, через что сделать и так далее. Соответственно, обучая всю эту команду и ускоряя процесс этой работы. Дальше мы немножко посмотрим такое понятие, как диаграмма сгорания. Это вот как раз скорость команды. И идеально, когда скорость до определенного уровня растет, 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 а потом останавливается, когда команда вышла на какое-то пиковое значение, и вы просто следите, чтобы это значение не падало. Если значение начинает падать, значит, что-то в команде происходит не так, и вы можете там вмешаться, попробовать в команде что-то изменить. Итак, пока Юра все говорил, мы набросали на самом деле задачи спринт. Что можно делать в спринте? Опять же, сразу хочется сказать, что здесь есть такая же декомпозиция, но это уже декомпозирует сама команда, и здесь создаются подзадачи. Потом мы посмотрим, как они выглядят в активном спринте. Например, мы утверждаем бюджет рекламы. Вот здесь уже владелец продукта немножко отошел. То есть он обсудил с ребятами, с этой командой, обсудил цели, взяли мы в спринт какие-то работы, а вот эта вот декомпозиция, это уже ложится на скрам-мастера. Теперь он начинает декомпозировать эту задачу на маленькие элементы и добавлять тех людей, которые будут являться исполнителями этих задач. То есть он уже говорит, вот в команде там 7 человек, прилетела некая задача, вот как Катя сейчас пишет, утверждение бюджета, и он разделяет, там, например, связаться с бухгалтерией, это будет выполнять, например, там, не знаю, вот Екатерина, как у нас на экране, там, сделать еще какую-то там, договориться об аренде, это будет делать там Саша, например, и так далее. То есть он начинает распределять вот эту вот большую задачу, которая прилетела из бэклога, начинает декомпозировать ее на какие-то элементы и давать эти маленькие элементы конкретным людям на исполнение. Причем люди могут брать не обязательно один элементик, это может быть 2, 3, 4, 5 задач, так как они мелкие, так как у них достаточно быстрый срок выполнения, то за неделю условно, за 2, за 3 и так далее, может человек выполнить не одну задачу, а там десяток задач. Вот как раз это и декомпозируется для того, чтобы понять, какой объем будет мелких задачек, раскидать их по людям. И в продолжении этого, для того, чтобы в последующем команда понимала, а сколько же человек успевает сделать таких задач, в скраме есть такое понятие, как оценка задач. Она измеряется в стори-поинтах, это не часы, не дни, это такое значение, вы берете самую минимальную задачу, оцениваете самую простую, какая есть, и затем все последующие от нее оцениваются, ну как бы, да, относя, как это, в соотношении к ней. То есть, если у меня самая базовая задача занимает, например, один стори-поинт, то задача, например, в три раза сложнее нее, займет, соответственно, три стори-поинта. Давай попробуем простым примером объяснить, что это такое. Предположим, у вас есть стена, там, метр на метр. Положить один кирпич, это условно один стори-поинт. Вот вы говорите, что сделать вот укладку в эту стену одного кирпича, это один стори-поинт. Соответственно, в метре на метре, например, стены, у вас сто кирпичей. Я сейчас утрирую, я не строитель, не разбираюсь, сколько там кирпичей. Сто кирпичей. Вот получается, что задачка, которую вы берете, относительно той, сто стори-поинтов. Здесь не нужна точность. Команда примерно оценивает эту историю, чтобы просто понять, вот по количеству этих стори-поинтов, они суммируются и добавляются вверху в шапку самого вот этого спринта. И вы видите, что в этом спринте мы взяли 30 стори-поинтов и завершили, например, из них 25. Значит, в среднем скорость команды, она, конечно, будет расти, но, дойдя до какого-то предела, остановится, что команда, например, движется в районе 30 стори-поинтов. Вот нужно, значит, задачи брать примерно вот на такой объем. Вообще, по методологии хорошо, когда задач чуть больше, чем у вас как бы есть ресурсов и есть времени. Это сделано специально для того, чтобы если какие-то люди выполнили задачи чуть-чуть быстрее, а команда должна расти, двигаться вперед быстрее и работать быстрее, они могли бы взять из этого условного спринта еще какую-то задачу. Поэтому не нужно пугаться или стараться выполнить весь полностью спринт на 100%. Наоборот, когда вы выполняете спринт на 100%, это говорит о том, что, ну, что-то как-то... Маловато взяли задач. Ребята, скорее всего, не работали. Ну, либо еще, да, вариант. Все-таки, если так получилось, что взяли мало задачи, например, команда все выполнила или какой-то, например, один человек из команды все выполнил, а все остальные задачи уже разобраны, очень важно, чтобы владелец продукта всегда контролировал бэклог. И задачи в бэклоге были по приоритету, да, то есть отсортированы самые важные, которые нужно выполнять в первую очередь, были наверху списка. И тогда команда, например, выполнив все задачи, может брать следующую, первую из бэклога. Здесь ребята немножко спорят в комментариях, что типа бэклог, спринт и так далее общепринятые термины скрама. На самом деле скрам и вот еще там есть несколько методов внутри. Это все, ну, как бы, немножко разные методы одной и той же методологии. Есть общая методология agile, и вот в нее входят вот эти вот методы. Поэтому можно сказать, что вы можете встречаться с этими терминами в разных вот этих вот методах, в разных схемах. Вообще считается, что сам скрам, там, это один метод. А вот, например, комбан, это метод agile, но он про другое немножко, то есть у него немножко другая там схема работы, но она скорее относится уже больше к схеме визуализации или схеме там, как вы дальше будете внутри двигаться. Вот мы, делая скрам, у нас есть и комбанчик, мы его сейчас дадем и покажем. У нас есть просто схема стандартной работы, когда комбана нет, вы не обязательно можете на него не ходить и не смотреть его, пожалуйста, работайте по классике. То есть мы даем возможность работать по agile методологии немножко разными методами, которые удобнее для вас, для вашей компании и как хотите так и работать, я так скажу. Да, особенно с учетом, что это теперь не только для IT, все равно каждая компания немножко под себя, как-то гибко пытается, конечно, наложить свои процессы на эту методологию, но все равно сам инструмент должен помогать быть вот этой гибкой командой, гибкой компанией. Так, ну, собственно, задачи мы с вами в спринт набрали, мы их оценили, мы видим, сколько стори-поинтов у нас первый пока спринт, мы не знаем точно, сколько команда успевает выполнять, поэтому может случиться так, что задач не хватит, или, например, их слишком много и команда не успеет, ничего страшного. Вообще в первых, даже не первом одном, а мне кажется, первые месяцы, 3-4 спринта, это нормально, когда вы пока, можно сказать так, прицеливаетесь, смотрите, сколько вообще стори-поинтов, как оцениваются задачи, опять же, они могут быть оценены неправильно на старте, и команда учится оценивать, учится понимать, сколько она успевает за спринт. Здесь очень много вопросов вообще по схеме работы. Ребят, у вас немножко есть перекос как раз в обычную проектную работу, вот когда я смотрю на ваши вопросы, прям видно, как вас сносит немножко в проектную работу. Как раз вот отличие проектной работы от работы в команде, что это реально команда. То есть в проектной работе вам выдали конкретную задачу, и вы все, остались с этой задачей условно один на один. Здесь не так, здесь команда, здесь будут встречи, сейчас до них дойдет Катя и будет разговаривать, на этих встречах обсуждается, что выполнено, какие есть сложности и так далее, и команда помогает. И задачу на самом деле могут забрать, перекинуть на другого человека, тебе дать другую задачу, тебе могут оказать помощь в этой задаче и так далее. Вот самое главное, наверное, отличие скрама от обычной такой стандартной методологии там работы, как все привыкли по проектам, это коммуникации. Что вы коммуницируете с людьми, вы общаетесь с людьми, соответственно, очень видите быстро вот эту обратную связь. Не так, как в стандартном проекте. Я дал задачу Кате, она на две недели ущезла, и там с этой задачей что-то делает, пытается, у нее нифига не получается, она потом приходит через две недели и говорит, ой. И вот это ой затянуло выполнение этого проекта на очень долгий срок, на эти две недели. Соответственно, нужно будет ей объяснить что-то, запустить ее еще на две недели, и она опять может прийти и сказать, ой. Вот это и будет отличие самого скрама. Здесь будут точки встреч. Она пришла чуть ли не на следующий день, сказала, Юра, я что-то вообще не разобралась, куда двигаться, давай быстренько обсудим. Буквально за пять минут обсудили, немножко помогли человеку, и человек пошел выполнять. Вернулся еще раз на следующий день, опять вы посмотрели, что он успел сделать, двигается ли он в правильном направлении. И вот в этом как раз и состоит, ну как бы такая плюс что ли этой методологии. А вот это вот общение, вот эти вот встречки, быстрые митинги, они дают возможность команде двигаться сильно быстрее в проекте, не жда вот этих огромных итераций, где человека бросают одного на один с задачей и считают, что задачу выпал, дали ему, и все, отлично, он специалист, сам разберется. А вот тут в команде могут же быть не все одного уровня специалисты, но они потихонечку будут прокачиваться вот этой помощью от людей более опытных. И не будут бояться, потому что ответственность они несут всей командой. Здесь нет такого, что задачу представляет кто-то один. Нет, в финале, когда идет демонстрация спринта, то есть что команда сделала, эта команда представляет. И если вдруг что-то не так, то и отвечает вся команда, а не один человек. Поэтому новичкам, мне кажется, это прям очень крутой инструмент работы именно по скраму, именно в команде. И не надо пугаться, вот здесь очень много пишут, типа, ой, каждый день встречаться, 15-20 минут. Ребят, вот эти вот 15-20 минут в день дают реально возможность ускориться в разы. Уже не раз были проведены исследования, эксперименты. Вроде бы да, потеря времени, болтология, да, как ее многие называют, но на самом деле, так называемая болтология, она становится болтологией только в одном случае. Если реально скрам-мастер плохой, если владелец команды плохой, когда он не понимает, зачем это надо, не понимает, зачем эти встречи, и, соответственно, не помогает своей команде. Эти встречи не для того, чтобы просто там кто-то сказал, у меня не получается, и все, его бросили. Нет, это для того, чтобы я пришел, сказал, ребята, у меня не получается, вот я попробовал найти точки, я не понимаю, как подойти к точкам. Все, ему подсказали, как это сделать, он пошел и сделал эту задачу быстрее, в разы. Если вдруг, ну, у него действительно совсем не получается, ну, не его эти задачи, да не вопрос. Сняли его с этих задач, в следующий раз уже не даем такого формата задачи, но не знаю, это задача, где нужно идти договариваться по поводу аренды. Ну, не умеет человек проводить переговоры по аренде, это такой сложный достаточно навык. Будет другой человек проводить эти переговоры, этот человек будет какие-то другие задачи выполнять, где он справится намного эффективней. С ними, соответственно, команда будет двигаться быстрее. Так бы вы узнали в стандартном проекте это очень не быстро, потому что вы бы ему раз дали задачу, два, он его в каком-то виде бы вам даже возвращал в виде решения, оно бы вас не удовлетворяло. Здесь, так как есть вот эти вот мелкие митинги, вы сразу видите, что есть проблемы и делаете либо рокировку, либо помощь этого человеку и так далее. Тут уже будет решать как раз либо владелец продукта, либо скрам-мастер. Итак, мне кажется, самое время уже наконец-то запустить наш спринт, а то мы с вами не продвинемся и не посмотрим, что же дальше. У нас есть голубая кнопка активная «Запустить». Вы можете называть свой спринт, здесь вообще все произвольно. У нас, например, команды, мы в разработке работаем по спринтам, по скраму и каждая команда выбирает какие-то свои нейминги, кто-то сезонные фрукты, кто-то какие-то звезды из вселенной. В общем, здесь это все на усмотрение команды. Такой, можно сказать, некий кусочек маленький, игровой, когда команда вместе решает, а как же мы назовем спринт. Это занимает буквально минуты, но для команды такой небольшой разряд, такой, не знаю, игровой, да, внутри команды. Перед вот этим стоишь такой на берегу и смотришь, блин, туда же нырять придется. Да. Так, мы назовем свой спринт, например, звезды. Мы говорим цель спринта, наша цель, например, мы с вами там набрали такие первичные различные согласования, бюджеты и так далее, пусть это у нас будет утвердить все по запуску вообще открытия магазина. Найти условно этот магазин. Найти магазин, то есть какая-то цель, к которой мы должны прийти за две недели. Напомню, мы взяли с вами две недели, здесь мы видим. И вот здесь основная работа владельца продукта донести эту цель до всей команды, чтобы команда четко понимала, к какой цели они идут. Не понимая команда, к какой цели они движутся, не сможет совместно выполнять эту цель и, соответственно, вы этой цели не достигнете. Поэтому нужно, чтобы задачи, которые попали уже в спринт, были реально декомпозированы, были разбиты на мелкие задачи, которые реально человеку обычному выполнить в тот срок примерный, который был назначен на этот спринт. В данном случае спринт, насколько я понимаю, двухнедельный. Итак, мы с вами, как только запустили спринт, мы оказываемся на другом представлении. Планирование никуда не исчезло. Вот оно у нас здесь, на первой страничке. Но мы попадаем в активный спринт, где команда уже будет работать с задачами. Владелец продукта также может видеть это представление и видеть, как движутся задачи, переключаться на планирование, потому что, как правило, он все-таки больше работает с бэклогом. А вот команда после того, как спринт запущен, она, можно сказать, живет теперь на этом представлении. Она видит все задачи, которые у них взяты, не видит ничего лишнего, другие задачи. Мы не пугаем эту команду объемом, что там бэклог пополняется еще сотни задач. Нет. Они взяли на спринт вот этот объем, видят их в первой колонке и дальше для них все стандартно. Это наш привычный канбан, это доска, на которой, конечно, вы можете создавать свои колонки, например, мы введем колонку проверка и двигать эти задачи. Каждый член команды берет задачку, начинает ее выполнение, говорит, что сейчас она выполняется, я отправил ее на проверку. Тот, кто проверил, говорит, все, задача завершена и здесь есть такой момент. В скраме есть такое правило, что есть критерии выполненности задачи, когда задача действительно является выполненной. Как правило, можно, конечно, сказать, что да, я выполнил задачу, бросить ее в последнюю колонку и все вроде бы хорошо, но человеческий фактор говорит о том, что мы наверняка что-нибудь упустили, что-нибудь забыли, какую-нибудь мелочь, не согласовали, не проверили. Даже не забыли, так как мы говорим, что уровень людей внутри команды разный, понимание выполненности задачи для какого-то новичка, оно будет сильно отличаться от понимания выполненности задачи более профессиональным товарищам. И вот эта история как раз про уменьшение вот этих вот рисков, вы наполняете критерии, это должен сделать либо скром-мастер, либо совместно с владельцем продукта, вы ставите некие критерии, вот в данном случае, ну предположим, задача должна быть сдана тогда, когда предоставили документы, предоставили там, например, по какому-то формату вот такую штуку, предоставили вот такую штуку, и они ставят вот эти вот галочки, выполняя эту историю. Ну по умолчанию у нас здесь уже мы даем, да, три примерных критерия, что задача проверена, то есть вы, как вообще исполнитель, вы проверили то, что вы сделали, оно действительно сработало, вы точно там получили документы, вы точно согласовали аренду или еще что-то. Задача принята владельцам продукта, то есть вы вообще утвердили то, что вы сделали, и это принимается вашим руководителем, команду, он говорит, да, все так, как мы и хотели. Например, подготовленное описание или документация, если это необходимо. Вы можете очень гибко управлять этими пунктами, называть их, как хотите, добавлять свои. А покажи потом, когда сейчас закроешь, где это настраивается, чтобы вот как раз люди понимали. Во-первых, этих таких списков может быть несколько, они могут быть привязаны для разных, да, вот как раз можно выбирать. И здесь эти списки, например, могут градуироваться, не знаю, там по степени опытности ребят, то есть для менее опытных чуть больше пунктов, где нужно сдать, для более опытных чуть меньше, для еще более опытных чуть меньше. То есть, например, опытному остается только сдать пакет документов по какой-то задаче, предположим, менее опытным, вот эти вот детальные истории, которые он должен проверить, обязательно выполнить. Вообще, старайтесь делать разумный объем пунктов, чтобы эта штука не превратилась в формальность. И меняйте этот объем пунктов для тех людей, которые выполняют со степенью их повышения опыта. Понятно, что на старте команда неопытная, например, там большинство людей, и есть какой-то опытный человек, скрам-мастер, и он, например, создает сначала вот этот вот дот на 10 пунктов, и каждый раз эти 10 пунктов закрываются. Он видит, что команда подросла, сократил число, там до 7, еще подросла, еще сократил. И так сокращает до того момента, пока эта штука действительно не будет отражать основную цель этой компании или основную цель этой группы людей. не старайтесь людей заставлять вот постоянно пробегать по 10 пунктам, когда они стали более опытными. Иначе станет это все формальностью, они будут делать это от фонаря, а здесь на самом деле ты берешь ответственность за тот пункт, который ты делаешь. Если стоит пункт предоставить пакет документов, то ставят эту галочку, ты берешь на себя как бы ответственность за то, что пакет документов действительно сделан и приготовлен и предоставлен вместе с этой задачей. Ну, сразу, да, не уходя, чтобы мы потом не мельчишили туда-сюда, мы посмотрим, где находится, это называется definition of done, кратко dot, это критерии выполнения задачи. Вообще, есть такая кнопка большая у вас в проекте элементы скрам, где вы найдете все, что вот касается непосредственно задач внутри скрама. Это и эпики, о которых мы говорили, которые мы с вами создавали, да, их можно создавать прямо наполняя задачи в бэклоге, но также вы можете ими управлять вот из элементов скрама, то есть вы нажимаете и здесь будет список всех эпиков, вы можете их редактировать, дополнять, создавать свои, то есть это такой некий такой центр управления тем, что есть в скраме. Видеть сколько задач внутри этих эпиков, поменять цвета, если вам не нравится и так далее. И непосредственно сами наши критерии выполнения задачи, вот здесь мы видим те три, которые мы предустановили для вас, вы можете отредактировать их, да, это редактируется очень просто, как обычный чек-лист, либо можете добавить какие-то свои пункты, там, не знаю, договора подписаны, давайте, например, добавим. Сейчас, пока у нас нет возможности привязывать это к конкретным людям, но вы можете создавать несколько типов, например, если у вас там, эти типы, например, разделить по людям, да, как предложил Юра, что вот часть людей, например, уже опытные, им достаточно только какие-то большие блоки отметить, что они выполнены, а новичкам можно тут, не знаю, хоть 20, хоть 30 пунктов для того, чтобы они учились завершать задачу правильно, точно проверять, что они все сделали по вот этим вот критериям, вы можете создавать сколько угодно таких типов. Пока нет привязки к конкретным людям, можно названиями разделять, то есть, например, вот этот критерий, этот блок заполняют там Юра, Саша, Паша, так как команда не очень большая, ну, как мы уже говорили, это 5-7 человек, то не так много будет вариантов, во-первых, ну, не все люди так сильно отличаются, все равно какая-то группировочка будет, там по 2 человека, по 3, и можно это сделать в виде названий. Здесь спрашивают, что это такое ДОТ, еще раз повторим, что ДОТ, это критерии, по которым вы считаете, как руководитель вот этого вот объединения людей, что задача выполнена, и человек, который завершает эту задачу, у него обязательно выскакивает этот список, и он, проставляя элементы, для себя проверяет, ну, как бы сверяясь с этими критериями, что действительно все, что он должен был сделать, он подготовил, если он видит, что опа, какой-то пункт не выполнил, нужно предоставить, например, счета фактуры, он отменяет заполнение этой истории, и идет, спокойненько доделывает эту историю, возвращается, и еще раз запускает, что задача завершена, тем самым, вы точно получите задачу в выполненном состоянии. Вот это, это, наверное, еще одно такое основопокладающее отличие от обычной схемы работы по проектам. Там вот это вот понятие выполненной задачи, оно очень условное, и нету вот каких-то элементов проверки, там тоже можно что-то такое нагородить, и кто поопытнее пытается такое сделать, но здесь это просто сделано проще и заложено в саму методологию, в сами методы работы. Итак, мы с вами позавершали какие-то задачи, специально оставляем часть задач, которые мы не успели, так как у нас первый спринт, вполне нормально, что команда не справилась полностью, и дальше давайте посмотрим, как теперь завершается спринт и что происходит при завершении спринта. Итак, у нас есть кнопка, так и называется, завершить спринт, в которой мы видим такой некий результат нашего спринта, его название и цель, к которой мы шли, мы видим, какие эпики были внутри него, для владельца продукта очень важно видеть, какие вопросы глобального уровня были вообще взяты на спринт, какие были сроки, и мы видим небольшую статистику, сколько мы планировали выполнить вот этих оценок задач, да, стори-поинтов, и сколько в итоге получилось. Ну, вот здесь мы видим, что было 49, выполнили всего лишь 26. Ну, неплохо для первого спринта. Дальше, напомним, что у нас остались задачи, которые мы не успели выполнить. Что с ними происходит? Вы можете выбрать, отправить эти задачи обратно в бэклог, то есть потом, возможно, вы там все пересортируете и заново будете наполнять спринт, либо если вы точно знаете, что эти задачи все-таки нужно довыполнить, чтобы достичь цели, то вы говорите сразу отправить их в новый спринт. Завершаем. Здесь нас ждет салют. Либо если вы хотите вернуть не в новый спринт в бэклог, можно вернуть задачи и в бэклог и потом из бэклога заново набрать спринт. Но, конечно, удобнее, если мы движемся к определенной цели и цель не поменялась, не нужно каких-то делать изменений, конечно, удобнее кинуть в конкретный следующий спринт. Причем спринтов может быть много, несколько, можно кинуть не в следующий, а через один, например. Да, и мы видим, что все задачи у нас попали в новый спринт, мы его с вами не создавали, он создался автоматически и все задачи, которые мы не выполнили, уже здесь. Вы можете сразу набрасывать опять же в этот спринт задачи из бэклога, то есть готовиться, грубо говоря, к следующему спринту. Сроки здесь у нас проставились автоматически. Что происходит с завершенным? Он у нас остался и здесь вот внизу мы видим завершенные спринты. Вот они наши звезды, мы видим статистику. Если необходимо, то можем открыть и посмотреть те задачи, которые были выполнены. Те, что не были выполнены, сюда, конечно, не попадают, потому что мы с вами взяли на следующий спринт. И вот важно еще такое гибкое и удобное, что сейчас начал говорить Юра, что спринтов может быть много. И вы, как владелец продукта, на самом деле можете думать не только вот о следующем спринте, который будет, а вы можете прям спланировать несколько спринтов на будущее, чтобы оценить вообще, понятно, что это гибко и может что-то измениться, но примерно оценить, когда мы достигнем какого-то вот большого результата, какого-то промежуточного результата на пути к нашей большой цели. Ну и тем самым такую гибкость дается для планирования и самого скрам-мастера, который будет работать с командой. Он видит, что движения идут вот такие, их согласовывают отдельно, там, не знаю, с продуктом, и вы можете смотреть, ага, вот на этих двух неделях я должен вот это закончить, так, следующий, вот этот блок и так далее, так далее, так далее. Тем самым вы немножко можете планировать работу команды вперед, давая возможность этому человеку, который работает с командой, подготовиться к каким-то задачам, подготовить какие-то, там, не знаю, обучающие материалы, как-то подготовить уже и начинать учить этих сотрудников дополнительно, чтобы в следующий спринт они вошли уже более подготовленными. Дополнительная задача вот этой скрам-истории, это как раз, ну, немножко обучать людей и по дороге делать команду более грамотной и более интересной, тем более в текущем мире, когда людей, специалистов становится все меньше и меньше, а работы все больше и больше. Ну, конечно, одновременно запущенный спринт будет один, то есть вы можете планировать как владелец хоть сколько, команда, понятно, что физически может выполнять только один пул задач, поэтому одновременно запускается только один спринт. Итак, что хочется еще отметить, да, здесь такая маленькая изюминка, так сказать, если вам необходимо, то есть вы, например, владелец продукта и вам удобнее работать с бэклогом, вы редко декомпозируете, там, оцениваете и так далее спринты задачи, то вы можете сделать бэклог приоритетнее, вот здесь у нас в шестеренке, и тогда вам будет выводиться больше информации, ну, у нас сейчас здесь с вами тестовые такие очень краткие задачи, на самом деле задачи более объемные, поэтому вы можете приоритизировать бэклог, и тогда задачи здесь будут более расширены, и вы будете видеть больше информации. Кроме этого, чтобы вывести еще больше информации в карточки, у нас есть такая переключалка краткий и полный вид, если мы отключим краткий вид, то мы увидим, что карточка выросла, стала еще больше, и еще больше информации теперь мы видим здесь, во-первых, можем оценивать тогда задачи прямо в бэклоге, да, если это необходимо, видим ответственных по задачам, эпики, теги, названия задачи более расширенные, в общем, одним словом, если вам необходимо прямо сейчас детально поработать с задачей, и видеть как можно больше информации, чтобы не заходить в карточку, то вы включаете полный вид, приоритизируете бэклог и работаете с ним уже более детально. Давай немножко поговорим о коммуникации, вообще во схеме работы, вот какие встречи есть, зачем эти встречи, почему, потому что на самом деле вот в скраме это, наверное, самая важная часть, задачи и все остальное, ну, привычная уже история, и вы их делаете, то, что есть вот небольшая методика, что здесь собираются задачи продуктом или там каким-то владельцем какого-то проектика, здесь задачи уже декомпозируются скрам-мастером вместе с командой, это в принципе традиционно даже в обычных проектных работах, когда есть некая задача и делается ее декомпозиция, а вот коммуникации и работа с командой здесь важная история, давайте посмотрим, как это происходит. Сверху, опять же, где у вас есть элементы скрама, все о вашей скрам-команде, есть и кнопка чаты и видеозвонки, и она служит для того, чтобы в один клик собирать команды на нужные встречи. по вообще правилам скрама существует четыре типа встреч, это ежедневный скрам, и здесь мы сделали подсказочку, вы можете посмотреть, что это такое, это вот как раз те встречи, о которых говорил Юра, когда команда собирается каждый день, буквально на 15 минут, и они обсуждают, что было сделано, что они планируют делать и какие были проблемы, и последнее, мне кажется, самое важное, это вот как раз в примерах Юры было понятно, что если, например, кто-то не знает, как двигаться дальше, или сделал что-то не так, застопорился, то мы не ждем окончания срока проекта, окончания срока даже нашего спринта, нет, мы каждый день это проговариваем, и таким образом можно очень быстро помочь человеку, направить его, подсказать, как сделать это правильно, и таким образом эти ежедневные встречи дают возможность закрывать задач максимум и закрывать их эффективно. И вот здесь обязательно нужно донести дух команды, что это командная работа, что не нужно стесняться сказать, что есть проблемы, что это нормально, что есть проблемы, потому что очень сложно на самом деле людям говорить правду, когда они не справляются с какой-то задачей, и задача вот как раз руководителя, задача тех людей, которые будут работать с командой, сделать так, чтобы это стало открытым, но не получается у вас, да скажите вы сразу правду, что это там сделали не вы, или у вас не получается какая-то история, вам помогут, и вы быстрее двигаетесь к цели, вы быстрее начнете работать более правильное. Вот у меня забавная ситуация была, например, с учителем английского. Я там учу английский, и он дает очень сложный текст, я очень много терминов не понимаю, я беру его гуглом, перевожу, надо было просто быстро сделать, и отдаю текст руководителю. Он говорит, хрень какая-то, что ты перевел здесь? Я говорю, да это не я, это гугл. У него шок был, человек признается в том, как он это сделал. Соответственно, есть возможность помочь этому человеку, чем попытаться, да, да, я вот так, что-то не справился. И учитель не понимает реакцию, и не понимает, что происходит. А здесь четко, человек честно признался, ему четко сразу говорят, больше гуглом никогда мы не пользуемся. Говоришь, какие термины непонятны, мы эти термины разбираем, проходим какие-то темы еще раз, чтобы понятно было, почему так и почему такая схема. Вот здесь та же самая история. Честно сказали, что я с задачей не справляюсь. Разобрали ее с ребятами и либо помогут дальше тебе выполнять эту задачу, либо если действительно скром-мастер видит, что человек, ну не его такие вещи делать, не все, например, могут общаться. Есть люди, интроверты, которым очень тяжело общаться. Зачем пытаться человека, ну там, мучить, когда он может выполнять другие задачи? Брокировочку сделал очень быстро, поставил другого человека, этот спокойно выполняет те задачи, с которыми справляется и растет именно в них. Вот здесь руководитель должен видеть, что может человек, как может и правильно выстроить, какие задачи, каким людям отдать. Итак, тем временем мы уже создали ежедневный скром, планирование спринта, это когда команда собирается и накидывает задачи с бэклога в спринт, декомпозирует, обсуждают, что они успеют, что они не успеют. Обзор спринта, это когда команда будет демонстрировать, что она сделала. Причем вот здесь, как мы отмечали в начале, будут не только члены команды, не только владелец продукта, там скромастер и сама команда, но и могут прийти все, кто угодно, у нас открытый проект, это может прийти и ваш руководитель, может прийти вообще, может быть, директор, посмотреть, как там вообще движутся процессы по открытию нашего нового магазина. Это такая открытая встреча, куда все могут прийти и посмотреть, чего достигла команда за этот спринт. И команда демонстрирует, собственно, что она сделала. Она рассказывает про задачи, которые были выполнены для всех. На этой встрече 100% присутствует владелец продукта, на остальных он может не присутствовать, и ему там быть не обязательно. На этой встрече он обязан быть, он на двух, на самом деле, должен встречах за обязательно быть. Это планирование нового спринта и вот как раз демонстрация проделанной работы. И вот на этом спринте, когда я рассказываю, что я вот прошел по этой улице, там 12 магазинов сейчас дается аренда. Вот тут такая проходимость, здесь такая. То есть я рассказываю, что я выполнил по конкретной задаче, и команда принимает решение в лице владельца продукта, советуясь с командой, принимает решение, что мы, наверное, берем вот этот и вот этот магазин и там дальше декомпозируем задачу, например, там попытаемся замерить пропускную способность рядом находящихся магазинов. Все, мы берем следующую задачку и начинаем там рядом соседний магазин и мониторить, чтобы понять пропускную способность вот этой конкретной точки, в которой она находится. Вот эта вот схема для этого создана. Вообще хочется здесь отметить, вот у нас последнее осталось событие ретроспектива спринта, что когда вы нажимаете создать такую встречу из вот тех наших шаблонов, которые мы подсказали, то здесь вообще вам, не знаю, нужно минимум сделать, это выбрать удобное для вас время и нажать кнопку сохранить. Потому что мы на основании всех данных, которые вы заполнили при создании этой команды, когда вы уже начали работать, мы подтягиваем сюда, во-первых, повторяемость. Мы знаем, что спринты у нас двухнедельные, а, например, ретроспектива делается только в конце, в завершении, да, после презентации, после демонстрации спринта. То здесь автоматически проставляется повторяемость, автоматически передаются все участники. Мы знаем, что должен участвовать скромастер и вся команда разработки. Мы сюда это передали. Вы выбираете удобное свободное время, например, сделаем час перерыва после демонстрации, чтобы все отдохнули. Сохраняем, и все, встреча уже создана. Конечно, вы можете вручную сами выбирать параметры повторения, если вдруг вам это необходимо, но мы просто создали такие шаблоны, которые позволят это сделать быстро. Итак, наши встречи созданы. И теперь во вкладке, в кнопке, точнее, чаты и встречи, у команды всегда есть доступ в один клик, во-первых, во все чаты. Для каждого события создается чат, и это очень важно, потому что в процессе решения, несмотря даже на ежедневные вот эти встречи скром-команды, все равно возникают какие-то вопросы в процессе, и очень удобно обсуждать их в чате. У нас эти чаты, они просто безграничны, мне кажется, огромный объем информации, который проходит через них. И здесь вот буквально в один клик мы попадаем сразу в чат, где есть уже все участники, и можем что-то обсуждать. Ну и самое главное, вы здесь видите те встречи, которые есть на сегодня. То есть вы пришли утром на работу, вы понимаете, какие задачи вам нужно выполнять, находясь на активном спринте, и вы, находясь на этом активном спринте, можете посмотреть, а есть сегодня какая-то встреча, и вы увидите событие календарика, которое будет писать, вот на сегодня есть встреча, и мы видим, что она есть, и она в такое-то время будет проводиться. Вы можете кликнуть по событию, посмотреть, участвовать ли в этом событии, если вы, например, сомневаетесь, вы новенький, только присоединились к команде. Да, помимо этого вы видите запланированные встречи, ну если вдруг необходимо оценить на будущее или, например, если это зашел какой-то внешний человек, так как это открытая команда, то он может посмотреть, что сегодня у них ежедневный скрам, а вообще демо, планирование и так далее у нас будет следующее 13 декабря. И он может себе отметить, что 13 декабря я приду на демонстрацию этой команды. Ну и самое главное, что важно в скраме, в текущих условиях, когда часть команды может быть удалена, когда вообще вся команда может работать распределенно удаленно, даже у нас сейчас с выходом в офис после удаленной работы настолько выработалась привычка созваниваться видеозвонками, что даже коллеги, которые сидят в одном офисе, но просто в разных кабинетах, им проще зайти в чатик и нажать кнопку видеозвонок для того, чтобы в один клик соединиться с командой и голосом решить какие-то возникшие вопросы. Очень часто это быстрее, да и можно показать демонстрацию экрана, не надо идти к человеку, не надо его отвлекать. Написал в чате, можешь созвониться? Он, могу. Нажал кнопку, быстренько созвонился и поговорил. Вот здесь интересный вопросик задают, говорят, было бы интересно увидеть кейс по отделу продаж, потому что очень сильно меняется и так далее. У отдела продаж все равно есть некие вехи, которые можно задавать как параметры вот этих вот крупноблочных задач. Ну не знаю там, вы поставили план на квартал добиться 10 миллионов рублей, сейчас утрирую по суммам, значит соответственно в неделю вы такую-то сумму должны делать. Вот вы берете, разбиваете на вехи, начинаете обучать людей, ставить им какие-то определенные задачи, кому-то на обзвон, кому-то на холодный, кому-то на горячий, кому-то там работа с повторными продажами и так далее. Тем самым вы начинаете планировать свою работу на такие мелкие блочки, которые действительно могут быть достижимы. Вот здесь много писали в чате, я следил за обсуждением, что ребята там задачи мелкие, они не приоритетные. Все задачи внутри спринта должны быть мелкие. Это и есть цель, чтобы человек уложил в голову, что это за задача, которая будет ее исполнять. Уложил в голову, что это за задача, как он ее будет делать, через сколько он ее сделает и оценил вот эту вот как бы границу по стори-поинтам, когда она будет выполнена. Полную картину как раз должен понимать четко, естественно, руководитель этого проекта, в данном случае продукт, и должен четко понимать картину скрам-мастер, потому что он помогает команде. Это самые опытные участники в данной схеме. Руководитель проекта скорее это такая бизнесовая роль, он больше про бизнес, он больше про цели полагания, он больше про куда надо прийти, достигнуть и так далее. Скрам-мастер больше про управление командой, про взаимодействие с людьми, про то, какого человека поставить на какую-то конкретную задачу и понимание уже внутренней структуры, как этого добиться. То есть руководитель говорит, мне нужно там заключить договора на аренду этого магазина, скрам-мастер понимает эту задачу, что нужно ее задекомпозировать и сделать так. Так и в этой схеме. РОП в отделе продаж говорит, РОП, руководитель отдела продаж, говорит, что мне нужно 10 миллионов за эту неделю. Условный скрам-мастер, который уже с конкретной командой работает, предположим, эта команда вот разбил РОП внутреннюю структуру продаж на три схемы. Одна команда, например, работает с холодными обзвонами, ну и вообще с холодными касаниями, вторая команда работает с повторными продажами, третья команда работает с текущим потоком, который приходит. Все, и вот берет конкретную подкомандочку уже, внутри есть человек, который знает, как эту командочку разбить, как декомпозировать и так далее, и он уже начинает работать с этой командой, чтобы достигнуть определенную цель, которую выставил РОП. Мне кажется, это наоборот, даже в плюс, что у вас более мелкие задачи, и вы переживаете, что они слишком мелкие. Обычно в скраме все наоборот. Есть одна крупная задача, и люди не знают, как же ее декомпозировать. У вас огромный плюс, у вас уже есть декомпозиция, это наоборот хорошо. И вот тут как раз таки есть даже такое вот небольшое, ну не знаю, там условие внутреннее, оно, конечно, не такое, не общепринятое, но желательное, что не может быть задача больше там 10-12 стори-поинтов. Если задача больше 10-12 стори-поинтов, это значит задача не декомпозирована. Есть высокий шанс, как сказала Катя, нарваться на задачу, которую не сможет выполнить человек, и вы не сможете ему ее объяснить, так как уровень у людей разный, и вы не сможете с этим человеком эту задачу выполнить. Вы ее должны задекомпозировать на понятные кусочки, хорошо, когда это 3, 2, 2,5, 4 стори-поинта. Все, это железобетонно, человек ее понимает, он понимает, как ее выполнить, и вы ее раскидываете. Тем самым очень легко работать даже с командами слабыми. Вот мы делали в этом сезоне, мне в команду дали очень много новичков, у меня только один опытный был человек в команде, в одной из команд, остальные были новички. Задача очень сложная глобально, но мы ее выполнили к релизу, потому что задача скрам-мастер шикарной, классно декомпозировались, он классно объяснял это все новичкам, и новички очень сильно прокачались. У меня к концу, условно, этого полугода новичок, который пришел там, ну совсем слабенький, вышел на уровень такого устойчивого середнячка, хотя начиналось все с очень слабого сотрудника. И это вот шикарно, когда действительно скрам-мастер умеет работать с командой, когда действительно команду обучают, накачивают ее знаниями, правильно декомпозируют задачи, и команда достигает определенных целей. Это прям шикарно. Так, Юр, есть ли еще вопросы? Да, я думаю, можно потихонечку завершаться, потому что вопросы, я думаю, будут бесконечно. Вообще тема сложная, пробуйте. На самом деле, еще раз повторимся, что здесь самые важные принципы. Это то, что вы сильно декомпозируете задачи, сильно мельчите как бы эти задачи, тем самым вы мелкими шагами, есть даже такое выражение японское, насколько помню, там, достижение цели через такие мелкие шаги. Вот эта схема здесь идеально работает. Мелкие шаги, и вы можете достигнуть легко цели. Вторая основная история этого скрама, это прокачка команды, и вот эти вот, как бы, встречи на 10-12 минут, там, на 15-20 минут, на эти мелкие митинги, где вы быстро синкаетесь со своей командой, синхронизируетесь, что выполнено, что не выполнено, проблемы есть, нет проблем, и так далее. И вот это дает возможность прям быстро двигаться вперед. Ну и третья схема, для чего делается вся эта история, это гибкость. Что вы видите, что вы по дороге, блин, на этой улице что-то все плохо с магазинами. Во-первых, нет точек, в которые можно снять аренду, а те, которые есть, аренда просто бешеная, и вы не укладываетесь в экономику. Бросили улицу, смесились на соседнюю. Не ждете там полгода, пока там, типа, проект должен был запуститься. Вы это быстро увидели и быстро переключились на соседнюю улицу. Вот это самое главное. Итак, предлагаю вернуться в презентацию, подытожить. Мы с вами и поговорили вообще, что такое скрам, гибкие методологии, для чего, когда и кому нужен. Посмотрели, как это все работает внутри нового продукта в Bittrex 24, Bittrex 24 Scram. И здесь, мне кажется, должна быть такая бонусная музыка, что вы достигли нового уровня, следующий, так сказать, левел. Особенно, если вы смотрите все наши вебинары этой серии и каждый раз узнаете что-то новое и повышаете свои знания, свой уровень знаний вообще внутри продукта, внутри Bittrex 24. И не только, а вообще в общем, да, теперь вы знаете, что такое скрам, как с ним работать. И будет здорово, если вы попробуете на каких-то, может быть, даже самых маленьких командах, небольших задачах. Мы все говорим о какой-то большой цели сегодня, да, открытие магазина. Ну, конечно, это что-то глобальное, огромное для компании, но можно взять и более маленькую задачу, маленькую цель и попробовать на ней, поработать по скрам, увидеть результат и оценить, нужно ли вам работать по этой методологии, по этим правилам внутри вашей компании. У нас там был хелп вверху, можно почитать немножко документацию, как это все работает. Но самое главное, не заморачивайтесь тем, что вы что-то делаете немножко по-другому. Главное, начинать двигаться и смотреть, что это вам помогает. Не нужно смотреть и читать там, как некоторые писали здесь. Вот это обязательно делается вот так. Да нет, здесь никакой обязательности. Здесь есть некий набор рекомендаций, это методика, по которой вы можете работать. Вы можете ее сделать немножко своей. Самая главная задача, чтобы ваш бизнес достигал той цели, которую вы ставите, а все остальное это инструмент. И инструмент мы сделали достаточно гибким для того, чтобы вы могли им как-то подстраиваться, не только под него подстраиваться, но и подстраивать сам инструмент под свои процессы. Вы видите, что все в принципе гибко, можете декомпозировать задачи, можете не декомпозировать, можете оценивать, можете и не оценивать. Хотя по правилам скрама, конечно, это необходимо. Так, ну а теперь, конечно, нам важно получить от вас обратную связь. Скажите, пожалуйста, был ли этот вебинар вам полезен, узнали ли вы что-то новое. Напишите, планируете ли вы попробовать вообще скрам внутри своей компании. Это очень интересно и здорово, если потом вы поделитесь каким-то результатом, что да, вы попробовали и это получилось. И там вы достигли каких-то результатов, а теперь там, не знаю, всю компанию вообще перевели на работу по скрам. Черкните пару строчек в чатике, мы их обязательно почитаем. Спасибо вам большое за это. Ну и все, будем завершать. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. Да, будем рады видеть вас снова на вебинарах Level Up. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Бесплатные вебинары о построении бизнеса с Bittrex24. Вы узнаете, как быстро запустить интернет-магазин в несколько кликов, как внедрить в компанию CRM и быстро адаптироваться к системе, какие диджитал-инструменты помогут вырасти вашим продажам в несколько раз, а также как контролировать процессы и задачи команды, не тратя на это все свое время. Используйте новые знания и поднимите ваш бизнес на новый уровень. Субтитры сделал DimaTorzok